Первые экспонаты музея прессы встречают гостей у самого порога. Страницы газеты журналов, висящие на стендах, буквально пропитаны историей региона. Здесь и кричащий глянец 90-х, и слава партии 60-х, и пожелтевшие листы дореволюционной прессы. Воедино историю СМИ собирает журналист Александр Косякин при помощи своих коллег. Идея создать такой музей появилась спонтанно. Трудно сказать, когда, что к осеннему журналисту, ведь народ такой идеи приходит, уходит. Я не помню, мне ли эта идея принадлежит или кому-то из коллег. Это не суть важна. Идея не родилась, а вещи, старые вещи, я как-то собирал всю жизнь. Даже не собирал специально, но не мог пройти мимо какой-то интересной. Сейчас музей насчитывает более 5000 экспонатов, и коллекции постоянно пополняются. Всё сделано с заботой, вниманием к деталям. Вот копия изолятора НКВД в памяти репрессий, хэт-цензуре. Рядом на колючей проволоке висят портреты Зощенко, Булгакова, Заболоцкого и других опальных поэтов и писателей. И таких кричащих инсталляций масса. Музей сделан с любовью. И по инициативе Управления по делам печати Союза журналистов Липецкой области, одними из первых его решили показать ветеранам региональной журналистики. Это бывшие редакторы и журналисты газет и радиус районов городов региона. Участники пресс-тура – это живая история липецкой журналистики. Они очень многое сделали для её развития. Цель и задача нынешних редакторов, репортеров – взять тот богатый опыт, накопленный ими. Ответственность за порочное дело. Старые печатные машинки, на которых работали несколько веков назад, и современные штативы для камер-телеоператоров. В музее прессы не обошли стороной ни одно направление журналистики. Представлен даже редакционный транспорт 50-х годов. На мотоцикле умедряли съездить втроём, а если цепляли люльку, то и вовсе всей редакцией. Эта частичка истории, которую мы каким-то образом наблюдали за время своей работы на этом самом поприще журналистском, всё это собрано здесь. Это приятно, это впечатляет. Это настолько объёмно оказывается, что просто даже об этом не задумываешься. После Задонского музея в программе тура для ветеранов – Елецкий дом кружева. Он располагается в старинном доме с белыми наличниками. Его основатель – краевед Евгений Крикунов. В коллекции кружевные шляпы, скатерти, салфетки и платья. Есть даже кружевная штора 40-х годов. Всего больше сотни экспонатов. Их некоторые ветераны липецкой журналистики увидели впервые. Старинное кружево елецких мастериц трудно спутать с другими узорами. Даже повторить сложные переходы и воздушность кружева не каждый современный мастериц и под силу. Всё, что сделано руками человека, это просто восхитительно. Настолько тонко, настолько изящно. Иногда думаешь, как вообще это можно сделать без машин, без компьютера. Вот только руками, этими коклюшками, наверное, очень много воображения, любви к делу, то, что ты делаешь. Такой престур по историческим местам области ветераны журналистики оценили по достоинству. Помимо того, что они увидели много интересного, они смогли впервые за много лет собраться вместе. Россия всегда была сильна своими традициями. Поэтому мы ни в коем случае не должны забывать тех людей, которые оставили свой след именно в липецкой журналистике. А липецкая журналистика у нас известна не только в России, но и далеко за её пределами. Престуры, скорее всего, станут традиционными и их проведут ещё не раз по другим районам области. Юлия Нечаева, Роман Авраменко, Липецкое время.